Сегодня глава государства принял уполномоченного по защите прав свободы законных интересов субъектов предпринимательской деятельности Кыргызстана Робина Ордсмита. Глава государства поздравил Ордсмита с началом полноценного функционирования Института бизнес-омбудсмена. Сорунбай Джинбеков отметил, что на прошедшем втором заседании Комитета по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию Кыргызской Республики был рассмотрен ряд приоритетных вопросов, затрагиваемых представителями бизнес-сообщества. Глава государства подчеркнул важность совершенствования действующих механизмов досудебного рассмотрения споров между предпринимателями и государственными органами. Еще раз выразил уверенность в том, что Институт бизнес-омбудсмена сможет завоевать доверие предпринимателей совместно с государственными структурами и обеспечить действенную защиту бизнеса. Подробности далее. Институт бизнес-омбудсмена официально появился в Кыргызстане в прошлом году. Представители бизнеса отмечают, что это стало одним из ключевых событий в системе государственной поддержки предпринимательства. 2019 год ушел на разработку нормативно-правовой базы и на решение вопросов финансирования нового института. Начало его деятельности ожидается со дня на день. Сейчас первый этап идет формирование офиса сотрудников бизнес-омбудсмена, подготовка каких-то внутренних документов. И в начале марта планируется открытие офиса бизнес-омбудсмена, где будет общее информирование, что уже предприниматели могут обращаться к бизнес-омбудсмену, получить какие-то поддержки. Бизнес-омбудсменом страны был назначен экс-посол Великобритании в Кыргызстане Робин Ордсмит. На эту должность претендовали почти сотня кандидатов. Однако избрали иностранного гражданина с упором на его беспристрастность и объективность. А также это был сигнал для уверенности инвесторов, которые хотят вкладывать в экономику нашей страны. Он международный эксперт, он независим и не аффилирован никаким физическим или юридическим структурам. И также весь секретариат тоже, согласно нормам законодательства, в данный момент не является никакими зависимыми или аффилированными структурами. Поэтому мы, сообщав, в настоящий момент будем решать вопрос. Сегодня бизнес-омбудсмена принял президент Сорунбай Джиенбеков. Глава государства рассказал Робину Ордсмиту о проблемах, которые волнуют наших предпринимателей. А именно отсутствие взаимопонимания и эффективной координации между предпринимательской средой, фискальными и правоохранительными структурами, что влечет за собой ухудшение бизнес-климата. Ювелир Столбек Акматов работает в предпринимательской среде 18 лет. За эти годы он наблюдал самые различные ситуации между бизнесменами, чиновниками, контролирующими органами. Ювелир считает, что предприниматели должны быть партнерами государству. Но как это сделать, когда многие из них не чувствуют себя и свой бизнес защищенными? Казалось бы, государство работает и сдаёт законы. Однако почему многие проблемы предпринимателей сохраняются? Непонятно. Одни вопросы решаются очень быстро, другие – медленно. Обещают, что бизнес не будут проверять два года. Думаю, это поможет нам. Создали институт бизнес-омбудсмена. Будем ждать результатов. Главные задачи бизнес-омбудсмена – это принимать и рассматривать жалобы от предпринимателей на действия или бездействия всех государственных органов. Обеспечена финансовая независимость института от госбюджета. Полтора миллиона долларов США на его работу выделил Европейский банк реконструкции и развития. Обеспечена такая довольно высокая независимость института, потому что бизнес-омбудсмен, как его заместители, назначаются, избираются трёхсторонним соглашением. То есть это партнёры по развитию донора, бизнес-сообщество и правительство. Он не финансируется с госбюджета. И поэтому, конечно, надежда есть. Мы будем стараться помогать в их деятельности и надеемся, что их работа поможет нашим предпринимателям. Уполномоченный по защите прав предпринимателей существует более чем в 50 странах мира. В Кыргызстане для создания института бизнес-омбудсмена изучали украинский опыт. Как отметил глава Международного делового совета Оскар Сыдыков, в Украине был достаточно хороший финансовый эффект от работы данного института. В Украине, например, бизнес-омбудсменом был долгое время, я думаю, на протяжении трёх лет был гражданин Литвы, если не ошибаюсь, бывший министр финансов. И он достиг такого результата, что в течение года они возвратили налогов предпринимателям, незаконно начисленных, на более 350 миллионов евро. Создание института бизнес-омбудсмена положительно воспринимают не только предприниматели. Как отмечают депутаты парламента, у бизнес-сообщества в адрес правоохранительных и надзорных органов много жалоб. Если на бумаге все законы, регулирующие отношения государства и бизнеса, выглядят хорошо, то в реальности получается наоборот. Создание такого института говорит о том, что власти заинтересованы в том, чтобы у бизнеса не было проблем, заинтересованы в том, чтобы у нас был хороший инвестиционный климат. С одной стороны. С другой стороны, это говорит о том, что те законы, которые сегодня принимаем, они не работают, к сожалению. Сейчас у нас член комитета при президенте по развитию бизнеса и промышленности, и он член бизнес-кенеша, при джор-кенеша. Я думаю, он там может поднять вопросы и защитить нашу представительную бизнес-среду. Отметим, что президент выразил уверенность в том, что опыт Робина Ордсмита позволит наладить эффективные механизмы защиты бизнеса и инвестиций, усовершенствовать законодательную базу и устранить имеющиеся барьеры для того, чтобы государственные органы и предприниматели стали действенными партнерами. В свою очередь, бизнес-омбудсмен заверил, что приложит максимальные усилия для обеспечения гарантий правовой защиты законных интересов предпринимателей и соблюдения их органами государственной власти.